Привет, друзья. Так, у нас новый день, новые дела. И начинаем с посылочки из Барнаула. Так, туда интересная тема должна быть. Сейчас расскажу, что к чему. Да, это тот случай, когда, в данном случае, такая коллаборация с другим блогером, которому ранее делали iPhone XR, ну, такое расширило круг знакомств, так скажем, и нам человек отправился, то есть опираясь на ранее показанного блогера и, собственно, с указанием сделать так же. То есть демократично восстановить iPhone XR и состояние, которое сейчас посмотрим. Так, ничего себе, интересно. Так, во-первых, у нас iPhone XR, немножко такой потрёпанный, побитый, пошарпанный, с копией экрана, и тут в комплекте есть такая штука, вот это то, что называется R-SIM, и эта вещь нужна для отвязки, так сказать, телефона от оператора, обычно западного, либо европейского. Ну, да, интересно, такой демократ, что у нас идёт, прям полоска. Так, единственное, что там вроде было указание поменять корпус. Ну, да, верю, мы будем менять корпус. Так, и у нас есть какое-то важное сообщение, на iPhone XR важное сообщение, может быть только... А, нет, или уведомление настройки. Ну, да, либо здесь батарейка что-то не то, либо она меняна, либо что-то. Так, вот так экран интересно полосит. Да, и будем приводить корпус также в порядок, будем делать демократичное исполнение, как мы ранее делали блогеру, которого я упомянул, это Влад Вайт, и восстанавливать непосредственно зад копию, перед копию, но хорошую. Хорошую и демократичную. Кстати говоря, кому вопрос интересен многим по цене, да, мы у себя не обозначаем цены, потому что это и немножко такая варьируется стоимость, ну и плюс есть там тоже определенное умозаключение по этому поводу. Кому интересно, ссылочку на прошлое видео нашей работы оставлю в описании, там зайдёте, посмотрите. Там сторонний человек показывает результат нашей работы и, соответственно, мнение и обозначает по стоимости. Так, интересно, зачем R7 в комплекте? Здесь обычный лоток. Так, ладно, непонятно, это уже вопрос второй, даже третий. Так, давайте откроем, посмотрим, что к чему и сориентируемся. Да, ну это называется, что называется, заполосил экран. Это вот буквально разблокируем, секунда, и он начинает полосками покрываться. Прямо вот так проявляться. Кстати, наиболее хорошо будет видно на белом фоне. Вот так вот сделаем. И да, аж вот так вот. Интересный демодж, крайне необычный. Но такая история, она идёт ещё вот со времён пятёрки даже было. На пятёрке там расщепляло верхнюю часть и повреждался сам шлейф, и вот так же точно это проявлялось. Так, да, забавно, открываем. Так, ну и да, интересно то, что у нас отсутствуют пластины, их нет на месте. Раз, два, три. Батареечка непонятная, с наклейкой, со штампиком. Ну и экран неродной, да, это понятно. Так, сейчас ещё прочитаю информацию побольше по этому телефону. Короче, мы хотим его себе сделать, но там надо ещё батарею и беспальную эту поставить. Ну и экран поменять, он тоже нормальный, хороший и купит. Копия, да, в башенке? Здесь уже меня нет. Да. Я бы хотел потом узнать, что там за экран, как поменяли, хорошо, но в Довом городе делали. Ну это копия недорогая. И вообще, например, вот этот из себя телефон берёте, ну, просто, сколько бы за него дали. Там можно собрать. Видите, примечательно берём именно оригинал, не валяшку. Нет, ну это я знаю, ну, сходите, посмотрите примерно. А батарея-то сколько в состоянии? Слушай, я не знаю досмотреть пароль этот телефон. Не, он не работает. Если объём выше 80, пока менять не стоит. Собственно, предлагаю заменить экран. Ну, поставить его на двухсимычный, если хотите. А вот видите, не посмотреть. Сейчас, ну, какой там вот. Давайте подключим другой экран, разблокируем, и можно будет посмотреть состояние. Помню, уже второй раз мы буквально экран поменяли. Пару месяцев, этот уже у меня на глазах упал, главное не это ничего. Где-то вот этим местом в автобусе обуло, влюблено, что ли. Это из-за экрана, если бы родной был бы не лопнул так? Да, абсолютно это по-разному бывает. Ну, Павел, с такой высоты, вот, с уровня кармана, с кармана доставали. И, короче, у меня там рабочистое дело, и приложили 15 тысяч на него. Вот телефон. Ну, который ремонтом занимается. Ну, все-таки зарангустим. Так вот, я говорю, я говорю, получается, 15 тысяч отдам. Мы хотим ещё маму посадить на сальтофон. Вы присядьте, я сейчас, я сейчас проверю. Сейчас разблокируем вместе с вами, посмотрю. Так, вот внутри всё нормально? Ну, я не знаю, что там мастера делали. По идее он вообще, как вы говорите, не вскрывался, только вот экран меняли. Буквально несколько месяцев назад. Всё. Сейчас тогда подключу экран, посмотрим состояние батареи. Ну, ремонт. Там сориентируемся. Могут год, два года будет уже. Я думаю, что там аккумуляторы... Ну, у вас-то им кто пользуется? Есть какое-то нарекание по батарее? Да нет, говорит, Надя, не хватало. Ну, вот я говорю, что если как бы на световой день рабочей не хватает, можно не суетить. Просто это будет преждевременно и лишняя трата денег. Сейчас посмотрим, да, сейчас всё вернует. Тем более, там всё от пользования зависит, и это такой показатель. Ну, будет нормальное пользование. Ну, это будет нормальное пользование. Короче, какое-то неизучие. Да бывает. А защитного стекла не было никого? Ну, не знаю, может, я не спросил меня. Обычный. Ну, это кремовый, кремовый. Ну, там какой-то копейский, кремовый. Так, включаем. Ну, кольди сброшены, кольди сброшены? А, нет, он не сброшены. Не сброшены? Ну, тут и раз картинка есть, польза, то сказать, он не сброшены. Сейчас, код, шифры. 24. Сейчас, верю вас. Попудешь. Ну, ничего такого не делится. Так, угу. Так, и смотрим состояние батареи. 89. Нет, ещё точно не стоит. Ну, да, 90. Ну, всё, нормально, экран работает другой. А я если вам дам данные сбросить, сможете всё это? Этот телефон отключить от... Так это ваши пользовательские данные, вы это самостоятельно сделаете. А не мои дочери. Не имеется в виду, что, блин, для нас это ваши пользовательские данные. Понимаете, нам так это зачемно. Вы это сбросите 2 секунды самостоятельно. Так, тогда делаем что, двухсимочный? Да, две симки, туда экран. И экран вынимаем. Экран хороший. Если без аккумулятора, может, он оригинал? Или оригинал будет писать? Оригинал будет ошибку выдавать. Да. Здесь, для наших курсов, это хороший экран. Костя, посмотри, двухсимочный белый. Окей? Есть, не есть. Там что-то у нас на большой дефицит 300. Белого нету? А какой цвет есть ближе к белому? Давайте поставим желтый или... Да, конечно, в чехлета нет. Можно и так, но если будет критично, мы просто вышлим почту или чем. Это лоточек сам, лоточек. Так, если тогда мне сим-холдер и желтый. Ну или фиолетовый можно. На серу бибилетовый. Без разницы? Давайте-ка. Желтый. Бывал ли фиолетовый? Фиолетовый нормальный? Фиолетовый? Угу. И он на сером принял. А этот, который он, экран-то сам, такой нормальный, нет? Который стоит? Вот этот, да. Ну, это... Вот самая недорогая копия. Вот как вы всегда... Мне просто узнать, за сколько ей там втюхали. Да, блин, ну вы же никогда дорогой-то. Зачем вам расстраиваться? Так мне-то что это не нравится? Она же тут же поехала, новый купила. Она расстроила, телефон разбился, все. Ну вот у нас, считаете, вот это хорошая копия? Ну вот такая, мы бы такую не стали бы заказывать, но я думаю, что она где-то в районе половины стола года. Ну это же, блин, видите, понятно там. Я и предлагал вам там тут первый раз отраслать. Она говорит, мне телефон нужен. Я говорю, ну возьми на неделю какую-нибудь там... Этот-то разбил, а тут же мы пока самолет сели, а нужно выкупил. Угу. Сейчас, смотри, ежись. То есть телефона жизни нет. Ну да. Ну тут вообще он просто упал, упал как обычно. Вот это вот, безнадежно, влаза будет. Ну может быть, это относится к... Да, я бы не подумал, что он разбился. Подняли, все, он даже точнее работал сразу. Ну это может относиться, да, к этому, потому что... Бывает еще когда по корпусу какое-нибудь давление, но здесь все идеально. Ну интересно, что вот у него чехол такой пожестче был. Вроде силикона, но такой пожестче. Я так подумал, что за 15-то давать вот, что семья стоит. Да, конечно, за эти деньги вы ничего нормального не купите. Даже если сложить... Ну, даже вообще ничего. Первый раз разбили. Вообще, если делать на сиденье в машине под коллажирование, ну, абсолютно... Угу. И долгого вылезли. Тоже вроде не высоко. И, знаете, что-нибудь там застекло, правда, защитное стоило. Да, это просто красиво. Ну, что еще? Он еще, короче, дня три. Просто в таком состоянии не выключено, мало вставно. Ну, как бы просто с погашенным экраном. После полной зарядки дня три или четыре до разрядки лежал. Да, да, конечно. В режиме ожидания он все равно разряжается. Он все равно разряжается. Потребление-то есть. Нет, норма абсолютно. Ну, что, еще нару на век хватит? Да, конечно, хватит. Ну, я так понимаю, вы сейчас передадите этот телефон кому-то. Вот. Угу. Уже, мой специально, она боится с альфона, а айфон... Я говорю, переведемте. Молодцы. Нет, конечно, что-то менять, тем более такое, как сейчас телефон, это как бы так. Ну, это даже не то, что большее, может быть, некомфортно будет сначала. Ну, привыкать. Да, ну, когда приыкнешь, как бы разницу поймешь, что это все-таки разная вещь. Продолжение следует... Включать, какой бы уши, например, 30 кг, да? 64 кг, ну, подороже. Какой уши, ну, 30 кг. Ей предлагали за пятна экран десятку. А, вот. Эту десятку наварить хотели. Хороший будет. Да, краной бы не поставили, поставили бы копию. Тем более. Как ты понимаешь, то, что поставили вот такой вот 4 кг. Ну, такое не нашли бы? А, ну, вот такое бы, да? Ну, если бы она там бы... Она же поехала туда, где и сделала. Да, понятно, думали, что там, может, девушка ничего не понимает. Так она бы издала, если бы 15-го там не было. Вот ты нас его разбил, и я думаю, лучше я за 15-го тебя заберу, чем кому-то нам надо. Не, да эта штука будет служить однозначно нормально еще. Так, наша готова. Так, вот эта ваша? Ага. Там все мы вот так, да? Ага. Так, это новая. Дело вкуса, конечно. Ну, попользуйтесь. А не я, с ним его продать сможете. Продать всегда вы его сможете. Да. Это вещь ликвидная. Я платил. Во все времена. Так, да, друзья, тут завертелось, закрутилось. Текущие, так сказать, включения и отключения. Отвлечения. Да, попутные дела. Все вот это, все вот это. Все поделали, все нормально. И да, здесь уже дал задание найти вот эти защиты. Здесь получается 1, 2, 3. Эта штука очень довольно-таки нужная, чтобы не произошло так называемого самопроизвольного отключения. То есть тут эти пластины, они имеют практическое предназначение, должны быть на месте. Так, что я хотел сделать? А, собственно, ну все, здесь, да, здесь разбираем, собираем. А, да, давайте интересно, зачем вот этот в комплекте лежит R-SIM, мне непонятно. Давайте попробуем поставить нашу сим-карту и посмотреть, ловит ли сеть. Аппарат заблокирован. То есть нам тут немножко ограничено к нему доступ умения, но нужно все проверить. Так, да, интересный момент. У нас самолетик стоит, но он заблокирован, опять же, это, в принципе, в логических целях. Сделано так, что можно попытаться, сделав вызов на 112 в данном случае. Он предложит отключить авиарежим. Это, в принципе, логичная вещь, когда у вас там, ну, допустим, телефон заблокирован, как-то нет возможности. Или в нем такая настройка стоит, да, необходимо сделать экстренный вызов. В авиарежиме этого не сделать. И вот в таком вот виде можно на заблокированном отключить это дело. Так, и у нас вроде поиск сети, да, и все в порядке. Видимо, эта штука, она все-таки для какого-то другого аппарата, либо по какой-то ранней истории. А напоминаю, эта штука, R-SIM, это как раз таки, если бы у нас устройство было заблокировано под оператора. Это так называемая подмена имейна идет, физический такой переходник, так сказать, для сим-карты, который меняет непосредственно идентификатор телефона сотовой сети. И он думает, что он находится там, к чему он относится. Так, ну, здесь, видимо, это не пригодилось. Так, у нас все окей. Все окей, все окей. Ой, не там. Так, да, вызов идет. Так, все в порядке. Что еще возможно сделать на заблокированном телефоне? Это проверить работу беспроводных интерфейсов, но опять же, если добавлена туда банковская карта. Так, беспроводная зарядка у нас работает. Так, ну да, по всей видимости, либо здесь не добавлена карта, либо у нас этот интерфейс не работает. Так, это важно было проверить, чтобы было понимание поэтапное вообще о телефоне. Так, кстати, второй день хожу с минничкой. Вообще в восторге от аппарата. Отличная штука. Так, 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 так. Вот это, кстати, тоже удобная штука. Это беспроводной пауэрбанк для телефона и для наушников. Так, ладно, собственно, что, разбираем полностью, собираем в новый вид, в целый новый вид. Да, и корпус. Так, корпус будем, получается, ставить копию, экран-копию, все приводить в красоту, в порядок. Да, часто вот такие вот наклейки можно увидеть при транспортировке. Это лого заклеивается для различных целей. Так, корпус у нас хорошая копия. Хорошая копия. Так, что еще, что еще? А, пластины. Да, вот эти вот пластины нам будут нужны в самом конце. Это то, что отсутствует. Так, собственно, собираем. Так, ну и да, по всей видимости здесь батарейка мининая, потому как вот эти вот... И вот эти вот хлястики, да они не родные, от них толку вообще никакого нету. То есть в оригинале он должен вытаскиваться из-под батарейки и безопасно дать ее извлечь. А здесь он типа как двухсторонний скотч, просто прилип пострашно и не вылазит. То есть толку от таких имитаций вообще никакого нету. И да, собственно, не раз показывал, когда нету родных таких хлястиков проклеечных, мы просто клеим на двухсторонний правильный скотч. Вот это неправильный скотч. Это имитация хлястиков и вот такая вот история с ними возникает. По структуре она похожа вообще на лекопластырь. Очень липкая и не тянется. Кстати, да, давайте чекнем, что за батарейка. Это интересно всегда посмотреть. Так, ну и да, друзья, вот что называется, обобрал весь старенький корпус, все перенес в новый. И на самом деле, да, все отлично по красоте. Ну, здесь только владелец знает, какие нюансы были и как стало. То есть тут была продряглена решеточка нижняя, тут все, соответственно, поправил. Сейчас все по красоте вообще. Кнопочки все щелкают, все отлично. Так, да, да-да-да, я не забыл про батарейку, мы ее обязательно чекнем. В последнюю очередь перед закрытием. Интересно посмотреть, как я еще раз перечитал переписку с владельцем. И предыдущий владелец менял батарейку на нем. И, соответственно, текущему владельцу он уже достался в таком виде телефон. И да, вот этот там переходник был еще, там владелец написал, что там это R-SIM, как я и говорил, что там он привязан к оператору. Разлочен был в итоге он, в конце концов, там методами различными. Но это вся такая вот это углубление этой сферы с вот этими залочками под оператор. Это, знаете, уже близко там к контроль тематике. Обычно Apple-юзер старается не заморачиваться этим всеми вещами. Просто берешь для своего региона и не паришься. Хотя такие аппараты изначально, вот в таком под западного оператора, что называется, это так называемые контрактные телефоны, они стоят вообще очень недорого. Система эта в мире, она работает довольно-таки уже отлаженной и просто, что, допустим, где-то вы там живете в Европе, либо в Америке, оператор вам дает как бы телефон, но по такой стоимости, по которой вы, грубо говоря, оплачиваете только лишь телефонный тариф. Пользование мобильным интернетом, сотовой связью и все. То есть не платите, грубо говоря, за сам телефон. Но этот контракт, он, допустим, идет годовой, либо двухгодовой. И на протяжении всего этого срока вы пользуетесь. Этим и есть как бы возмещается стоимость самого устройства оператору, ну и тем, что он получает пользователя, владельца. Пользователь своими услугами, я всегда. И, соответственно, вот эти все схемы там и продаются они как-то там, ну вот эти все истории. Короче, это все не надо вообще. Вот это R7, переходники там, это вообще все не надо. Это можно в это вникать, но это прямо если вот вообще там, если прижало, что называется. Так, здесь не про это. Здесь у нас все отлично. Ставим плату и закрываем. А, и будем делать экран. Так, есть. Все по красоте. Я считаю, это ломно. Так, давайте чекаем батарейку. Так, ну да, батарейка, по всей видимости, довольно свежая. Ну, в том плане, что недавно немного она послужила новому владельцу. Проблема в чем, то, что она замененная, и владелец не может в настройках телефона посмотреть все-таки сообщение о батарейке. Это как раз та опция, которая у нас уезжала на начальном этапе. Да, ну и по состоянию она имеет 100% объем и 281 цикл. В принципе, да, все окей. Хотя странно, что она не пересчитывает объем, при том, что уже 300 практически разряжена. Не знаю, что сказать на это, честно сказать. Так, необычно, но, возможно, так и есть. Так, соберем пока экранчик. И да, вот этот экран я показывал. И непосредственно вот то, что вообще, как эта история началась, то, что новый владелец аппарата сказал, что хочет сделать, как мы делали для Влада Вайта. Это демократично и качественно. Недорогие демократичные копии, просто по большей части все собираем на базе оригиналов. И вот это все, вот это все, ну и многим может быть интересно, как да что на самом деле обстоит с копиями, с демократичными. Так вот, это очень хороший экран. Опять же, ссылочку оставлю на анализ другого человека, непредвзятое мнение, личный пользовательский опыт. Человека, который не сталкивался с копиями, пользовался всегда только оригиналами, но мы с ним вот такой решили сделать эксперимент и установили ему вот это все дело. Да, кому интересно, могут посмотреть. Ну и вот здесь как раз таки собираем в демократичном исполнении за недорого и круто, что называется. Так, 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 пока в сторону, собираем экран. Субтитры сделал DimaTorzok Так, интересный момент, но вот в этом дисплее, который был установлен, тут пустота. То есть нет так называемого номера, который отвечает за правильную работу цвета датчиков. То есть это пользовательская функция TrueTone. Так, сейчас попробуем сочетать другим флешером. Вообще, владельца не было нарекания по этому моменту, поэтому сейчас попробуем сочетать другим флешером. Бывает такое, что когда заливается определенной моделью, он может как-то его кодировать, либо что-то может не сочетать. Так, 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 провод у меня есть, только сам флешер нужен. Вообще, это можно вытащить из самой платы, но нужно разблокированное устройство. Так, сейчас изыщем все возможности. Пустота. Так, уточним у владельца. Так, да, получается, все-таки уточнил владельца, не было у него функционала TrueTone. Но у нас тут немножко такая связь разорвана. Видимо, там человеку некогда, я ему пишу, такая пауза, мне ответ, потом я отвечаю. И вот так вот так. Сейчас ждем, если, собственно, дадут пароль от устройства, мы тогда этот функционал восстановим, вытащив данные калибровки функционала TrueTone из непосредственно платы. Так, пока продолжим собирать, приводить в порядок. Так, 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 это все в сторону. Это владельца будет запасной вариант. На память. Ну да, вот те проклейки, как раз которые оригинальные, родные, которые вытаскиваются и дают безопасно извлечь батарейку. То есть, когда есть, либо есть они, их устанавливаем, когда их нет, просто клеем прониктрем скотчем. Никакие имитации, ничего там не надо делать. Включается. Так, ну опять же, здесь будет видно только владельцу. Я думаю, что по изображению, по цветопередаче, он сравнит все-таки этот экран с тем, что у него был, если он успел им попользоваться. И, конечно же, это будет выразительная вещь на самом деле. Вот даже насколько всегда показан такой параметр, что вот эта черная монолитная поверхность экрана сравнима всегда с копией, и они разительно отличаются. То есть, здесь более серая, здесь более черная. Несмотря на то, что это также идет копия экрана, она практически как оригинал черная монолитная. И это и есть тот момент, когда вот копия-копия, это большая рознь на самом деле и серьезные отличия. Здесь по этому экрану и угла обзора и все прочего, здесь даже есть, не знаю, небольшое такое. Есть такая уверенность, что все-таки китайские люди, как у Apple, у Apple есть определенный тех параметр, который соответствует определенным техническим характеристикам на момент выхода этого телефона. И он не изменен на протяжении пользования и выпуска этого аппарата во все время. А китайские люди, они здесь в этом плане немножко у них развязаны руки. То есть они могут повысить технический параметр этого дисплея IPS И он по техническим характеристикам может превосходить даже родной экран Соответственно мы получаем более четкий угол обзора И все свойства здесь на высшем уровне Это вообще вышка, просто вышка Так вот не знаю, если вот здесь можно, ну было бы такой момент, что там Либо какие-то лукавства моменты, либо что Можно было бы смело этот экран выдавать за оригинал Но у нас есть четкое разделение, как бы на самом деле Ну все по-честному, что называется Все по-честному, открыто показываем, как есть, говорим Так, сейчас ждем еще информации Если нам дадут пароль, мы восстановим полностью функционал Так, в таком виде нам особо здесь смотреть нечего Так, ждем команды, продолжаем Так, это как раз те недостающие три пластины Которых не хватает в аппарате И здесь в принципе, вообще вот так вот, если Если так сказать, не вооруженным глазом смотреть То можно сказать, что вообще никого не было Ну, соответственно, закончив это все дело Это будет просто вообще новая жизнь аппарата Я думаю, владелец новый будет очень рад этому вообще девайсу И полноценно уже сможет пользоваться Так, смелоточек надо поменять Воткнул старый, а он вот такой вот поюзанный Так, и да, есть у нас пароль Восстанавливаем функционал трутом Ну и заодно посмотрим, есть у него вообще или нет Так, да, речь идет об вот этой функции То есть тут нету третьей опции Это автоматическая корректировка цветовой гаммы Это так называемая теплота, холодность, оттенка В зависимости от внешнего освещения Так, это мы восстановим Сейчас данные выпишем с платы Вытащим с платы, запишем в экран И будет все полноценно Так, то интересно еще Что интересно Да, интересно срабатывание реакции на меточку NFC И да, у нас все отлично, все работает Так, ну это такое в части беспроводных интерфейсов Очень важная штука При замене корпуса всегда стараемся это проверить Собственно, смотреть нам более нечего Давайте прописываем базовый функционал И закрываем Так, и сейчас вот как раз идет считывание данных с самой платы И у нас появится кей Есть ключ Теперь подключаем экран к флешеру И записываем его на место Так, есть, проверяем Так, да, есть у нас полноценно Это очень такая полезная штука для зрения Вообще для всего Собственно, все у нас готово, все по красоте Закручиваем все на место И закрываем Так, все отлично, все на месте Все вообще по красоте Супер круто Без проводочка окей Все хорошо Так, да, кстати, еще такой момент Не забуду упомянуть Вот эти все вещи То, что все у нас показано в наших работах В наших видео Это все материалы расходные Всякие прочие Вот такие вещи Можно найти в нашем магазинчике Ссылочка, опять же, в описании Welcome to к нам Так, подарочки И отправляем Так, не знаю Вот такой чехол мне подлинулся Это в цвет нового 12-го Привет, фиолет Будет круто с красным И стекло с обезьяночкой Левитация Так, все легло, как там и было Вообще отлично Это новенький аппарат Так, друзья Много тут было сделано всего Вокруг всего, вокруг всего Я думаю, что пока на этом все Всем привет И всего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому